Друзья, всех приветствую! На связи Артём, город Уфа. Автомобиль Yaris мне подогнали. В принципе, основная задача поменять масло в двигателе. Но попутно здесь горит чек, попросили посмотреть, покубатурить, что к чему. Пробег не мотался, 183 тысячи километров. Коробка роботизированная, на удивление, правда, сцепление уже менялось. Но в случае Yaris чуть-чуть понадёжнее вся эта система работает. Таких прям глобальных геморроев, как на Короле, нету. Но робот есть робот, не советую. В общем, подключил я свой лаунч. Хотел показать, какие ошибки могут быть на пробегах под 200 тысяч. Вот у нас ошибка 0,420. Эффективность катализатора ниже порога ряд 1. Ну, здесь у нас один катализатор, поэтому ряд 1, других рядов у нас нет. Было бы 2 катализатора, мог быть у нас ряд 1, либо ряд 2. Данная ошибка о чём нам говорит. Ошибка говорит о том, что покрытие катализатора из драгоценных металлов потеряло свою эффективность. И выхлопные газы у нас на выходе из двигателя, проходя через катализатор, полностью не окисляются до нужных экологических норм. За данным процессом следит второй датчик кислорода, который находится на выходе из катализатора. Соответственно, первый датчик кислорода, который у нас расположен сразу на выпуске из двигателя, следит и корректирует топливо-воздушную смесь. Второй датчик, задний, так называемый, смотрит, насколько эффективно работает у нас экологическая система, которая в данном случае построена на катализаторе. Когда такая ошибка возникает у Toyota, она не говорит о том, что сам катализатор физически неисправен. То есть, в основном, он вполне нормально себя чувствует, частично работает, частично выхлопные газы нейтрализует, но не в полной мере. Соответственно, когда всё у нас совсем плохо в плане экологии, вот такую ошибку вы увидите. Как решается этот вопрос? Первое и грамотное, но дорогое решение заменить катализатор в сборе на новый. Второй метод поставить обманку на второй лямбда-зонд, либо механическую, либо электронную. Всё зависит от того, насколько чувствительная система и какие её алгоритмы. Бывает так, что механическая обманка не будет работать должным образом и человек будет всё равно вас беспокоить. Тогда ставится хороший электронный эмулятор, и вы об этой проблеме полностью забываете. Ну и есть ещё третий обходный вариант, когда родной катализатор убирается, туда вваривается неродной катализатор, и он тоже какое-то время будет работать. Но самый на данный момент распространённый эффективный способ борьбы вот с этой болячкой – это установка электронного эмулятора. Поставили и забыли. Сейчас, если получится, перейду в раздел «Показания по лямбда-зондам» и живьём продемонстрирую, что это у нас такое. Заходим в раздел «Блок управления двигателем» и выбираем параметры по датчику кислорода первому. Банк 1, датчик 1 – это управляющий датчик кислорода. Банк 1, датчик 2 – это контролирующий датчик катализатора. Так, и мы видим у нас, как меняются параметры. Сейчас перейдём в графики для более наглядного представления и посмотрим. Это у нас первый датчик кислорода управляющий. В принципе, он работает нормально, так как и должен. Сигнал у него периодически меняется, задержек нету. То есть, в принципе, всё тут у нас нормально. А вот, что нам показывает второй датчик, который отвечает у нас за контроль эффективности катализатора. Как можно видеть, идут такие достаточно большие забросы. Это говорит о том, что у нас катализатор свою эффективность теряет. И в полной мере вот этот весь выхлоп, который у нас пошёл через катализатор, выкидывает выхлопную трубу практически напрямую, без нейтрализации. Об этом говорят вот эти вот пики и забросы. Если бы он у нас работал достаточно эффективно, вот этот график по эффективности был бы достаточно ровный. Единственное, не буду врать сейчас, в каком диапазоне бы он у нас здесь вмотался бы. Но по тем картинкам, которые я периодически наблюдаю на исправных машинах, они ведут себя ровнее. Здесь вот появляются пики дополнительные, колебания. А в нормальном режиме, вне зависимости вот от этого датчика, он бы вот так примерно себя бы вёл равномерно. Вот у нас пошли забросы. Подмечу, что система делает контроль нейтрализатора в определённых условиях, поэтому если мы ошибку сбросим, можно какое-то время поездить без ошибки. Но в итоге при определённых условиях движения у нас система зафиксирует вот эти все моменты и снова загорится чек. То есть обычно после сброса ошибки при более-менее средне там живом катализаторе можно ещё неделю-два месяц, например, поездить и ошибок не наблюдать. Но потом всё равно они рано или поздно вылезут. Ну и на ЖИКСе был один случай, когда у владельца загорелся чек по катализаторам, но там виной всему было топливо, потому что он сказал, что заправился на какой-то необычной заправке, где он не заправляется, чисто в экстренном порядке заправился. После чего сразу чек вылез. Чек вылез по эффективности катализаторов. Видимо, там именно с топливом была связь, потому что я ему ошибки сбросил, он уже год ездит, они не появляются. Здесь же сам катализатор не сказать, что совсем мёртвый, потому что что-то частично он нейтрализует. Но пиковые значения высокие. Берите на заметку, может быть кому-то пригодится более подробно рассказать. Пока не могу на эту тему что-то интересного, потому что плотно диагностикой не занимаюсь, но примерно что к чему и как это понимать я вам показал. Благодарю, друзья, всех за внимание. Всем удачи, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok